Занятие за доллар. Началось. Первое слово, которое говорит Наташа. Ну, и, конечно, с ней. Мне оно нравится. Я за доллар. Я тоже долог отдал за первое. Добрый день, друзья. И сегодня я хочу представить Диму, представить Наташу. Это два человека, которые были в моей жизни уже, случились в моей жизни много лет назад, мы встретились, когда не было еще инфодайинга, были разные практики и был гипноз. И потом Наташа пошла по пути инфодайинга, а Дима благополучно пошел по пути гипноза. И сегодня мы встретились для того, чтобы обменяться опытом, попытаться грузиться в инфодайинг и разобраться с вопросом, да как же учиться погружаться самостоятельно. И плюс разобрать основные психологические моменты, которые нам мешают достигать результата. Ну и Наташа с Димой поделятся своим опытом. Кто первый? Давайте я. Прошусь на образу поделиться опытом в инфодайинге, в котором у меня нет опыта. Ну, у тебя есть опыт в гипнозе. Гипнозе, ну, говоря честно, я не обширно там прямо практиковал гипноз, но практиковал, и мне было интересно, как это все работает, изучал это со всех, с разных сторон. Просто, чтобы понимать вообще, о чем идет речь, я занимался на клубах самогипноза у Олега Гребенюка, ныне мужа покойного. Вот, проходил курсы по гипнозу. Гипнозу Наташа приглашала военного. Андреева. Андреева, да, да, да. Тренинги по гипнозу, потом ходил еще в Беларуси на эриксоновский гипноз, на индукции там по Элману, вот эти вот вещи, вот, интересные. Слушайте, я как на экзамене, у меня ручки вспотели. Это тоже предгипнотическое состояние. Ну, у тебя сегодня будет возможность погрузиться. Я же все-таки попробую погрузить и тебя, и Наташу, и будет возможность сравнивать состояние и результаты. Я бы лучше так вкратце расскажу о своем пути, как я здесь очутился, да, вот. Вот, сначала занимался психологией, академической, там, в силу жизненных обстоятельств и познакомился с Наташей Зайцевой, вот, которая в тот момент просто приглашала тренеров в разных направлениях, экстрасенсов, психологов, тех-всех-всех направлений. Вот это описано в книге «Подальник над сознанием», да, я прочитал очень подробно, там, посмотрю на это все, и где-то, где-то в этих строчках я узкал себя. В конце концов, я пришел тоже в 18-м где-то году к осознанию того, что эти гипнотические состояния можно использовать, то есть не просто для каких-то целей целей, там, психологических, да, а для информации, для добывания какой-то информации. Все, вот. И Наташа в тот момент начинала как раз с клуба по инфодайвингу, и я, собственно, в них участвовал. Поначалу немножко мне было очень интересно, но в силу каких-то жизненных обстоятельств, которые я для себя создал, я ударился в семью, в семью, детей, наверное, там, такие вот классические понятия жизни. И отошел от этой темы, и, получается, с 18-го года, сколько это уже 4 года, да, 4 года практически мы не контактировали, я изучал много разных тем, и гипноз продолжал изучать, и правоведение, юриспруденцию, и погружался в некие ведические знания, и в христианство, и в православие, там, в любом штате. И везде, я скажу честно, как я себя чувствовал, везде мне чего-то не хватало. Я не мог уловить чего, но вот погружаешься, всё классно, всё изучаешь, и потом, ну что-то в этом вот, ну нету, оно какое-то вот такое вот, зыркое всё вот это вот, все эти знания, понимания, это всё, вот. И так получилось в этом году, я проявил Наталья снова в своей жизни, а в её жизни не проявился я, мы встретились, и Наташа рассказала о том, чего мы достигли за эти 4 года, и вы знаете, я поплыл, буду искренен, то есть я поплыл, я думал, я изучил просто весь мир уже и понимаю, как там всё, там это щёлкает, двигается, и тут мне, я разговаривал с Наташей, и приблизительно через 40 минут нашей беседы, 6-ти часовой, я уже поплыл, просто потому, что я не очень понимал вообще грани между реальностью и реальностью, и своими знаниями, и тем, какими знаниями обладает Наташа. Вот, и я взял у неё книгу, инфо-дайвинг на сознание, это будет не реклама или реклама, не знаю, я за, наверное, за 2 недели я прочитал её 3 раза, настоятельно рекомендую, если вы хотите, сдвинуть своё мировоззрение внутрь себя, если вы хотите понять, что те знания, которые приходят снаружи, они являются всего лишь некой производной от того, что у нас внутри. наверное, вот так я себя воспринял, когда я начал читать эту книгу, и моя, как это вот, есть такое выражение, точка сборки, точка восприятия мира, она была снаружи, я себе брал, где-то искал информацию снаружи, вот, как в телескоп, бинокль искал, 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 и потом меня взяла книга, и Наташа взяли эту точку сборки, она ушла внутрь меня, и потом, знаете, как взяли крючком, дёрнули, знаете, как свитер снимается, раз, и он уже, точно так же, это вот у меня происходило, это я вам честно говорю, мне прямо было, это было просто невообразимое ощущение, когда эту точку сборка внутрь тебя засунули, взяли этим ключом, каким-то клянцем, и меня вывернуло наизнанку, не в физическом смысле, хотя были позыны, это было ощущение, я не понимаю, где реальность, где реальность, где что, что происходит, что и как, вот, и, признаюсь, честно, у меня тогда, появилось два слова в моей психике, в моей голове, о всём, инфодайвингом высотой, и я с тех пор себя так называю, Наташа, может, об этом не знает, я уже прочитал несколько лекций по поводу инфодайвинга, я там не инфодайвинг, я пропустил развитие этого всего, вот, но сейчас у меня такое понятие, я инфодайвингом высотой, у меня такой мальчики нету, конечно, ну, где-то здесь, если вывернуть наизнанку за крючок, там будет написано инфодайвинг, вот, собственно, сейчас я пришёл сюда, чтобы вас заразить той же идеей, ну, тут сидят все заражённые, ну, я там, говорю, там пятая, там четвёртая стена, пятая, как её называют, актёры, не знаю, но вы же там сидите, правильно, вот где-то там, вот, где-то там есть какие-то сомневающиеся, где-то, где-то там есть это, я сам, у меня очень сильная развитая программа ума, у меня очень много сомнений, я всё это время сомневался, но сейчас, возможно, меня чем-то боили. На самом деле про программу ума мы сегодня будем говорить. Да. Вот вкратце то, я применяю гипноз, я применяю разные практики, которые, техники, которые я знаю, я, они очень классные, очень хорошо срабатывают, но то, что творит инфодайвинг, это, конечно, ну, я не знаю, это, это просто действительно какой-то фантастика, да, это для меня, это, наверное, первый раз, когда я увидел айфон в 2010 году, и когда, вот, когда вот мир познакомился с этим, наверное, будет некое приближение, наверное, к этому, вот, это новый мир, новый порядок, новая волна, ну, не волна, я не знаю, это трансформирует весь мир, я знаю это точно, и, когда меня начнёте останавливать, Ладно, слово Наташа. Наташек, продолжай. Я, как раз, успокоюсь, обратно. Ну, я не такая красноречивая, как Дима, конечно, я с удовольствием тебя слушала сейчас. Я, Наташу, знаю тоже очень давно, ещё до инфодайвинга я ходила и на тренинги, и самое первое клубное занятие, которое были по погружениям, тогда вот ещё у вас тоже все занятия клубные проходило. И я была, даже один раз приезжала, когда ещё вживую проводили там. и я помню, я тогда приехала, один раз посмотрела и думаю, Боже, что тут такое происходит? Я не поняла тогда, в чём там смысл, и больше на эти занятия не есть. Но вообще я темой Бога я интересовалась давно уже очень, в каком плане мне просто интересно было, где Он вообще. Я не верила, что Он где-то там на небесах, и всем говорила, что Он у нас внутри, хотя понимаю сейчас, что, естественно, и у меня его не было внутри. Вот. И ещё мне очень дискомфортно было жить вот в низкочастотных состояниях. Не нравилось мне вот в злости, в этой обиде, в вине, и мне всегда хотелось выйти на какую-то другую чистоту. Вот подсознательно я всегда чувствовала, что можно же жить по-другому, можно жить счастливо. И я всё время вот это искала, и много книг прочитала. Я начинала из Волша, много всяких и Синельников когда-то был, много всяких книг. была на тренинге «Радикальное прощение», по-моему, и «Ногоездные», я с вами есть, ну, очень много до инфодайвинга. и мне всегда интересно было всё-таки как устроен наш мир и как устроена наша психика. И в один прекрасный день я настолько устала, я вот поняла, что я как белка в колесе кручусь. Вот дом, работа, дом, работа, семья. И подумала, неужели нету другой жизни, неужели вот это всё? Для чего мы здесь вообще живём? Вот. И я тогда уволилась и решила всё-таки найти вот эту другую жизнь. И я начала постепенно вот клубы Наташины смотреть, слушать её, потом на ютубе появились ролики. И потихоньку я где-то внутри чувствовала, что мы создаём всю нашу жизнь. У меня какое-то внутри такое чувство и всегда было. И вот постепенно потом курсы стала покупать, какие-то коллективные погружения, консультацию. первый курс у меня даже был балансировка себя, ещё когда были Наташ тогда. Тоже тогда очень хороший был курс. И ещё больше повернул меня, разворот уже в себя. Уже после этого курса я уже поняла, что я не хочу обратно, что я буду всё равно двигаться к себе. Ну и вот уже почти пять лет я всё двигаюсь к себе. Конечно, тяжело на самом деле. И я вам хочу сказать, что наверное тяжелее всего самому с собой. Но ты же работаешь сейчас в паре как инфодайвер. Да. И в паре когда возникают вопросы с собой. Вы же сами с собой работаете со Светой? ещё хочу сказать, что действительно вот у меня есть сейчас пара такая постоянная, мы год уже занимаемся, и на самом деле в паре гораздо легче и проще решать вот какие-то если проблемы возникают, да, даже вот если сам заваливаешься куда-то или ситуация в семье какая-то, неважно какая-то, в паре всегда легче. вдвоём проще мы решаем, мы закрываем и выводим друг друга в благодарность, поэтому, конечно, обязательно надо в паре, ну и, конечно, чтобы пара была, ну, найти своего человека нужно всё-таки. Ну, как-то почувствуем, мы как-то больше почувствуем стараемся и обязательно нужно выйти на искренность, это тоже правда, когда ты работаешь в паре, потому что если искренности не будет, то не сможешь заниматься в паре. Причём это обоюдное желание, это нужно, чтобы и партнёр и я, допустим, да, чтобы мы хотели стать искренними друг с другом. ещё знаешь, вот как ты говорила, ну, вот что можно менять там пары, да, ну, можно это делать, но проще, я считаю, даже, может, для кого-то сложнее, вот если ты выбрал себе партнёра, ты чувствуешь, что это твой партнёр, просто выстраивать с ним отношения именно в искренности, и тогда уже мы тоже, бывает, заваливаемся, там что-то, злимся друг на друга, да, у каждого своё, но мы тут же подхватываем и всё, давай, вот мы выведем в искреннюю благодарность, и мы тут же закрываем, и тогда такая благодарность друг другу, и ещё крепче, знаешь, вот как-то вот отношения друг с другом, и в паре, конечно, всё как в семье получается. Очень, ты знаешь, что да, 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 и если уже действительно хочешь вернуться к себе, да, а инфодайвинг, по сути, это просто как помощь, как возможность развернуться к себе и вернуться и почувствовать себя, вот себя настоящего, себя создателя, себя такой, какой ты есть, и полюбить себя, и принять себя. Спасибо вам. У меня есть предложение. Сегодня мы построим занятие таким образом, это всё-таки занятие, и мы построим его таким образом, что мы пойдём в загрузку, я буду вести загрузку медленно, и так, как веду я, для того, чтобы загрузка осталась полезной, полезной для тела, потому что мы выведем тело в любовь и благодарность в ресурсное состояние. Опять-таки, в процессе погружения мы будем разговаривать и вести обучающую часть в то время, когда вы будете в загрузке, у вас будет другое восприятие, и те моменты, которые, например, те же самые страхи или недоверия, если они умом отбиваются вот в обычном состоянии восприятия, то в загрузке они ложатся как знания, но это само собой разумеется, и когда вы выходите, эти знания вы выносите с собой, вам уже не надо спорить и отбивать, то есть так легче, и это работает в данном случае, когда вы идете в себя, осознаете, что полностью все создаете, вы принимаете и разбираетесь в себе, то в принципе, то есть я не внушаю вам, я вам предлагаю посмотреть на свои собственные страхи и разобраться с ними прямо в этой загрузке, не только страхи, пойдем по разным пунктам, и мы выйдем в состояние все-таки просоночные, раньше мы в этих состояниях, помните, на предыдущих клубах брали информацию, с Ириной записывали и сравнивали с эталоном с Ириной, как у нее получается, сегодня Ирины нету, поэтому мы проведем по-другому, мы проведем на создание, на создание, конкретное создание того, что вы хотите прожить в вашей жизни. И смотрите, когда мы, вот обычно, это же не первый раз, когда мы в создание будем выходить и разбирать некоторые моменты, сегодня будет один момент очень четкий по чувствам, вернуться в чувства, и для многих он станет открытием, просто раньше я на нем акцент не делала, для меня это само собой разумеющийся факт был, сегодня мы еще пойдем глубже, понимаю, что есть моменты, когда ты прошел, для тебя это само собой, разумеется, человеку тяжело в чувство зафиксироваться, мы зафиксируемся и создавать будем из чувств, как мы туда сегодня попадем. И смотрите, вы для себя четко определитесь, чего вам надо, да, и вы просто будете знать, что вы туда будете двигаться, то есть задача вообще в клубах, чтобы минимально свести к минимуму разговоры в вашей голове, а к максимуму движение вашего тела на результат, чтобы вы двигались результативно дальше по жизни с минимумом разговоров внутри и там получится, не получится, сомнений, там еще чего-то, и вы имели в жизни проявленный результат, потому что как ни крути, ребята, абсолютно все в своей жизни создаете вы. Ни я, ни кто здесь сидящих. Если взять реальность каждого из нас, да, то вот последних пять лет я не присутствовала в реальности Димы. У Наташи я присутствовала в реальности в виде, да. И их не было в моей реальности, Наташа была иногда в чате, а Димы вообще не было. то есть вот так мы строим свои реальности. И вот мы состыковали здесь, вот эта стыковка произошла сегодня вечером для того, чтобы погрузиться и начать двигаться. И в этот день мы будем создавать все вместе движение дальше. И при этом каждый создаст свое движение, ведь каждый создает то, что ему надо. И будем ли мы присутствовать в реальности друг друга дальше? Это от того, как мы заложим сегодня. Потому что если мы сегодня закладываем и двигаемся дальше, мы имеем дальше встречи и так далее. Если нет, мы их не имеем. Потому что мы все равно каждый создаем свою реальность. И вот когда говоришь об этом, что каждый создает свою реальность, знаете, как у каждого так раз, и голова как выворачивается, если брать по чувствам. Выворачивается так раз и становится на старое русло в искривлении, таком полуразвороте. А старое русло говорит, ну да, конечно, вот в объективной реальности я же не знаю, что я там буду делать, и он не знает, и так далее. И так пум-пум-пум, ум там придумал чего-то, и ты расплылся, и все равно оставил объективную реальность. Нет, ребят, объективной реальности не остается. Есть субъективная реальность, за которую вы полностью взяли ответственность. А объективная будет результатом сложения субъективных реальностей индивидуумов. Даже декорации мы видим по-разному. Но к такому восприятию прийти достаточно сложно. Для этого надо действительно... Вот для меня сегодня это очевидное восприятие. Но я же к нему тоже пять лет шла. Потому что точно так же у меня была объективная реальность, и я точно так же выносила ответственность хотя бы на что-то. И сегодня вот Наташа с Димой рассказывала. Я даже словила себя сегодня. Я по-прежнему ожидаю чуда, вынося и создавая объективную реальность, например, когда я собираю грибы. То есть я поехала в лес, и я... Ну, что найду? Ничто я создам, чтобы потом сыграть в игру я нашла. Что мне объективная реальность дала? Я сегодня словила... То есть уже в таких вот вещах начинаешь ловить моменты, где ты отказываешься от создания и не можешь объяснить себе, зачем ты отказался. Потому что ведь все равно мы все в своей жизни продумываем все наши действия, мы продумываем наши планы, мы продумываем наши движения, перелеты, переезды и так далее. Это нормально. У нас работает сознание для того, чтобы двигаться вперед. А когда мы вспоминаем про объективную реальность, мы тут же и все, и ждем чуда. Это касается погоды, это касается природы, это касается тех моментов, где мы либо мы оказываемся на природе, либо мы оказываемся в коллективном. Ой, я не знаю, как я там схожу на концерт, кого я там встречу. Я не знаю, как там будет. Я не знаю, а когда знаю, то будет так, как ты знаешь. Но пока мы даже себе позволить такого не можем, потому что как же, это же сумасшествие. Ну, давайте еще погоняем нашу точку сборки восприятия, чтобы это сумасшествие стало реальностью. И тогда становится очевидным, что да, тогда Серафима Саровского хочется, или Саровского хочется вспомнить, как он там материализовал башмаки по легендам. Да? Это все об этом. Итак, сейчас садитесь поудобнее. Не ложитесь. Можно я дополню с первыми словами лица, как только вы сказали на все божья воля, у вас сразу так, иди сюда. И я называю меня внутри, приходят слова, это называется перехват управления. То есть либо ты играешь, либо тобой играют. четко. Вот это только вы сказали, что-то вот произошло не по вашей воле, на все божья воля, сразу получаете перехват управления. Вы уже игрушка в чьей тыкле. Вы не игрок, вы как это в играх называется NPC, да, not playing, короче, не играющий персонаж. фильм главный герой очень ярко это показывает. смотрите. Вот для меня это называется перехват управления сейчас, и это очень сильно мне помогает. То есть когда я начинаю думать, ой, какая погода, тролливали, и кто-то там природа какую-то погоду независимо от меня создала, я так спокойно моего же себе в зубы. Спасибо большое. Вдох, выдох, глазки закрываем.